Наводнение, еще одно гидрологическое явление. Ну понятно, что определяется как значительное затопление определенной территории в результате подъема уровня воды в реке-озере-водохранилище. Но довольно сильно вредит человечеству. Есть актуальное событие, херсонское наводнение в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Вот котик в тазике, который там спасался, стал символом херсонского наводнения. Но все знают, что плотина разрушилась в результате войны, которая там идет. Но территории России также известны наводнения в Днепре, в Волге на территории СССР. В Днепровске раньше были наводнения, на территории России в Волге, в Комсомольске на Амуре тоже были виды наводнений. Но принципиально, если оно из естественных причин, то есть из разливания реки, то может быть половодие и паводок. Половодие это когда периодически повторяется весеннее таяние снега. Все равно снег лежал, вода лежала в твердом виде, начала таять, стала в жидком виде, поступает в реку. Но все равно река разольется так или иначе. То есть половодие вообще характерно всегда. Однако может быть тоже довольно сильным. Особенно если уменьшились инфильтрационные свойства почвы, тогда может много затопить. Паводок это кратковременный подъем, не в результате весеннего таяния снега, то есть он не периодический, он внезапный. Но из-за обидных дождей или ливней, или иногда, допустим, оттепель наступила резкая, вот некоторые регионы, я описываю по курсу регионов, там они находятся на равнине, и внезапно может быть южный ветер, там черный откуда, с Казахстана, в Нарьянмар подуть. И вот там будет резкая оттепель зимой, начнут таять все снега, и будет поводок. Но поводки, если они внезапные и сильные, туда тоже могут довольно много навредить. Дальше наводнения возникают в результате сопротивления водному потоку в русле реки. Обычно это все-таки не мусор, мусор хоть можно предупредить, а это заторы льда обычно. Вот затор во время ледохода. Северные реки сильно промерзают, много льда, лед течет, закупоривает отдельные участки реки, и перед льдом начинает река разливаться. Может быть еще зажор. Зажор это рыхлый лед, он может быть во время зимнего ледостава, он, как правило, мягкий. То есть зажор, он бывает в начале зимы, а затор бывает именно при ледоходе. Это разные явления, но в принципе суть одна это скопился лед, ледяная пробка где-то и выше этой ледяной пробки, и река еще жидкая или уже жидкая, и она разлилась. Ну, также известная причина это нагон воды ветром, ветровой нагон. Это вот особенно Петербург наш, именно из-за нагона воды с Балтики, у них там бывают наводнения. Ну и все мы знаем, что бывают наводнения, они считаются редкими во время прорыва плотины, дамбы из водохранилища, или при аварийном сбросе воды из водохранилища, вот то, что случилось в Херсоне. Либо может быть это при прорыве естественной плотины, допустим, землетрясение, обвал, оползень, лед может разрушать какую-нибудь плотину или дамбу, которая была даже естественным образом, не обязательно искусственная. Прорывается большая масса воды, в горах такое может быть тоже. Ну, вот на материале Херсонского, который все наблюдали и сочувствовали, все видели, да, что происходит. Затапливаются большие территории, разрушается строение интенсивно. Тем не менее, оно кратковременно, вот несколько дней и все, оно потом спало. Вода полностью неуправляема во время наводнений, помочь там трудно только эвакуация. Вот во время такого наводнения, допустим, при прорыве плотины или дамбы. По нанесению ущерба 4 группы наводнений, малые. Ну, малые это незначительные и часто бывают, незначительный материальный ущерб. В принципе, половодие это тоже малое такое наводнение, оно вообще просто каждую весну бывает. Потом большое наводнение, охватывает большие земельные участки речных долин, нарушает хозяйственный уклад населения, приводит к эвакуации людей. Они, в принципе, бывают где-то раз в 25 лет, но вот в Херсоне случилось вне графика. Вот там именно наводнение такое большое. Потом есть выдающиеся наводнения, охватывает весь речной бассейн, затопляют города, парализует полностью хозяйственную деятельность, массовая эвакуация населения, где-то раз в 100 лет такое. Бывает это выдающееся наводнение. Ну и, наконец, катастрофическое. Это прямо вот эвакуация сотен тысяч жителей, разрушение там городов, инженерных коммуникаций, гуманитарная катастрофа. Раз в 100-200 лет такое бывает катастрофическое наводнение. Ну, практически на нашей территории-то и не было. У нас особенно-то больших таких площадей нет, где может река там русло менять или еще что-нибудь там. Обычные причины наводнений. Дожди длительные, особенно какие-нибудь внезапные. В результате, допустим, циклонов большие массы воды перемещаются с моря и потом выпадают на землю, могут вызвать наводнение. В регионах с влажным климатом много влаги в воздухе, и там более частые наводнения именно по причине дождей, допустим, в сезон дождей. В наших северных регионах распространенная причина – это таяние снега. Интенсивное таяние снега, особенно внезапное, приводит к затоплению дорог, населенных пунктов и может быть вплоть до катастрофического. То есть, если много там снега и резко тает, может хоть весь регион вынести нахер наводнением. Цунами. Это у на морских побережьях образуется волна при землетрясениях, извержениях вулканов в океане. Вот это типичное для Японии наводнение, вызванное цунами. Ну и на других островах Тихого океана. Поднятие дна реки наносит река, как я уже реку описывал, она все время носит чего-то. Все время что-то переносит туда-сюда. И может она так нанести, что у нее дно постепенно повышается, накапливает же она всякие отложения, и постепенно она выходит сама из берегов и все вокруг заливает. Но это медленный процесс, который предсказуем, наблюдаем, особенно вреда человеку не приносит. В крайнем случае можно дно углубить реке, там порыться. У нас сейчас есть средства какие-то, чтобы очистить дно, и она вернется в берега. Прорыв плотиной водохранилищ, тоже причина, уже описывал. Подземные воды, которые в следующем клипе могут выходить внезапно на поверхность, а внизу там воды очень много. У нас огромные запасы подземных вод, больше, чем в ледниках воды под землей. Она может выйти и затопить сушу. Ошибки человека, особенно канализация, водохранилища, могут что-то попало там навертеть, нахерачить, и потом оно поломается и все затопит. Ну, также ледник, может горный ледник, допустим, пойти. Мало того, что он может снести плотину, он сам по себе тает и вызывает, может, и наводнение. Оползни могут перегораживать русла рек, вызывать наводнение. Штормовые приливы и так далее. Ну, и в условиях города дополнительный фактор – это обычная система канализации, которая в условиях добедных дождей не выдерживает, или в условиях таяния снега, и затапливает городские районы. Прогнозирование наводнений ведется, но в основном с целью эвакуации. Если уже оно началось, как правило, сделать ничего нельзя. Но в некоторых случаях некоторые причины можно устранить, допустим, заторы в реке. Ведется прогнозирование гидрологами. Вот зачем нужна гидрология. Анализируют объем стока, допустим, как нормально течет там вода. Анализируют осадки, синоптики в какой-то степени могут предсказывать. Вот могут вычислить, что скоро будет много осадков, река не выдержит, выйдет из берегов, и вот предсказать наводнение. Ну, естественно, водохранилище более-менее регулируется, и тут тоже могут предсказать, что оно может переполниться, будут вынуждены сделать аварийный сброс, затопить то, что ниже. Уровни грунтовых вод, вот по поводу подземных вод, они тоже исследуются. В частности, можно предсказать, если она может выйти подземная какая-нибудь река, там, норов. Метеорологические станции у нас собирают данные об осадках. Ну, кстати, даже можно какие-то есть выделить закономерности. Допустим, некоторые циклические наводнения возникают через какой-то период времени в определенной местности, циклически меняется погода, и больше вероятность какие-то годы, что будет наводнение. Можно тоже так предсказать. Вертолетная и спутниковая съемка ледников осуществляется. Ледники постоянно замеряют, я вот про ледники, почему сразу сказал, очень важный. Много там воды, и она движется. Вот поэтому на ледниках все время замеряют толщину там, объемом прикидывают, рыхлость его, осуществляют физические расчеты, куда он движется, и куда в том числе могут предсказать, что ледник может так двинуться, или так вот начать таять, что будет наводнение. Служба предупреждения наводнений есть. В Великобритании агентство окружающей среды обязано предсказывать. В Соединенных Штатах национальная метеорологическая служба обязана выпускать отчеты всей, и предупреждать о наводнениях в случаях нарушения ущерба. При внезапном затоплении они выпускают специальные предупреждения, принимают меры эвакуации людей обычно. Ну, борьба с наводнениями. Водохранилища вообще считается, что они предотвращают, потому что водохранилище позволяет регулировать в определенной степени речной сток, там выпускать, впускать через дамбу. Поэтому, как бы, вот в тех на реках, которые водохранилища, считается, что нет наводнений, но вот смотри, что вот войну устроят, и как раз от водохранилища и будет наводнение. На морском берегу дамбы строят для борьбы с наводнениями. Выравнивают реку. То есть, если на реке мели, то мель, в принципе, может засориться внезапно и пойдет наводнение. Поэтому, в принципе, считается, что перекаты надо выравнивать на реке. Если там натурально скопился лед или еще что-нибудь, там, не дай боже, мусор, могут применять динамиты и взрывчатые вещества. То есть, вот если, допустим, прям торосы, скопление льда, обычно это равнинная река, сверху там все зальет, вот тогда взрывают их. Тоже, в принципе, способ борьбы. В России регулярно наводнения бывают в Краснодарском крае. Причем там постоянно критикуют, что там еще и мусор тоже засоряет эту пойму. Постройки постоянно ведутся в пойме Кубани. Все это только ухудшает ситуацию. В Москве довольно много было наводнений. В частности, московские реки в трубы все поместили, вот в основном, чтобы наводнений не было, город-то большой. Но иногда они вырываются. Допустим, известно, что река Неглинная регулярно вырывается из-под земли. И в советский период, допустим, в 49-м, 60-м, 65-м годах Неглинная улица регулярно затапливала и в 73-м, и в 74-м и так далее. Ну, уложили новую трубу, что позволило предотвратить эти наводнения. Усиление интенсивности ливня в Москве, оно приводит к наводнениям. Вот эти подземные реки, они поднимаются. Ну, строят постоянно мосты, на Яузе постоянно тоже там мосты строятся, железобетонные стены, чтобы все-таки это все прекратилось, чтобы хоть Москву-то не заливало. Санкт-Петербург известен наводнениями, но по другой причине. Циклон в Балтике гонит воду на устье Невы, и она поднимается. Ну, самое известное наводнение в Петербурге 1824 года, о нем я прям рассказывал в хрониках. Ну, известно еще мифическое такое наводнение, как Всемирный потоп. До сих пор спорят, где оно было, и явно оно не могло быть всемирным, такого, конечно, точно не было. Ну, вот какие-то масштабы, может быть, оно принимало в Месопотамии, и народ запомнил, потому что оно же и есть, про всемирный потоп не только в Библии, но и во Вести, допустим. Ну, не совсем про всемирный, но вот что-то такое там есть тоже, про катастрофы такие. Так что, какая-то научная база, видимо, есть, но, естественно, все в мифологии было страшно искажено. Ну, вот вкратце о таком важном враге человечества, как наводнение.